Второй за день балкон рухнул с многострадальной Сталинки в центре Воронежа. Причем в этом доме это уже третий балкон, который рухнул. Всего там 16 балконов, да 3 рухнуло. Но помните, в свое время я рассказывал о том, что будет балконопад такой. И вот он идет полным ходом. В Тольятти случился фекальный теракт, пишут. Бабушка пришла в офис Газпром Межрегион ГАЗа, залила говном все. Из-за долгов 300 рублей. Ну правильно. То есть она убеждена, что действовала правильно. Я тоже убежден. Только я не пойму, почему одна бабушка только сопротивляется. Вот что она может делать, говном только залить. Двое мужчин избили зацепившегося за их машину полицейского на Ямале. Это прикольно. То есть он зацепился за их машину, а они ему навинтили. В Москве участковый устроил тайник с наркотиками в опорном пункте полиции. Вообще не отходя от кассы. Молодец какой. Тайник. В опорном пункте. В Москве мужчина с перцовым баллончиком напал на пенсионерку. На прихожанку подмосковного храма во время молитвы упала льдина. Во время молитвы льдина. Прямо в самом храме что ли? Там лед падает. Жуть какая. Москвич убил мать и прожил с ее телом в квартире две недели. На российском предприятии произошла утечка аммиака. Да это стандартно. Просто об этом не сообщают. Как правило об утечках аммиака. Водой его отливают. Да и все. Вся проблема. Голову человека нашли на мусороперерабатывающем заводе в Москве. О как. Интересно. Раз а там голова. Васька проснется а голова в тумбочке. Как в том анекдоте. Ну мы с вами говорили по поводу расчлененки. Еще до Соколова расчленителя. Помните то собака там принесет чью-то голову в Саратове. То еще что-нибудь. Очень много. Сталкивались с этим. Почему? Потому что. Ну как-то я. Вставил на анализирую. То количество преступлений. Которые реально совершаются. Ну как криминолог. И могу не согласиться с тем. Которые. Да выдают путинцы. Даже. Имея ввиду латентную преступность. Даже. Имея ввиду нерегистрируемые преступления. Я думаю что все значительно хуже. Что они сознательно все занижали. Особенно. Раскрытие убийств. Тела двух влюбленных российских подростков. Нашли в гараже. В гараже. Так. Ну они задохнулись. Наверное. Да. Классика. Под Москвой приезжие. При ограблении. Убили продавщицу. Пятерочки. Но об этом поговорим сегодня на Бастионе. Я там и видео покажу. Это вообще про мигрантов. Разговор будем. Будет. Глаза к картине учительницы Малевича. Ученицы Малевича. Вернее. Пририсовал охранник Ельцин центра. Представляете какая прелесть. Там ученица Малевича. Нарисовала картину. Ну еще давно конечно. А висела она в Екатеринбургском Ельцин центре. Охраннику делать был нехер. Он взял глаза там. Пририсовал. Как мистер Бин. Помните? Там морду такую нарисовал. Просто потрясающе. Пенсионер покончил с собой в московской поликлинике. В травматологическом отделении поликлиники. Ранил себя из пистолета и скончался. Вот это да. В Подмосковье сорвался лифт с людьми. С третьего этажа в шахту. Москвич получил ножевые ранения из-за кота. Ну это нормально да. Мужчина решил выпустить кота. Впустить кота жалобу мяукающего и смотрящего в окно на улицу. Выпустить. Да. Он открыл форшку, чтобы животное могло погулять. Остановил его невеста, которая набросилась на свекру с ножом. Она нанесла ему три удара в голову, предплечье и кисть. Молодец. Наверное, у них нехорошие были отношения между собой. Если она из-за того, что он выпустил кота, решила его просто убить. Потому что, ну иначе-то это нельзя квалифицировать. Ну это ладно бы она там просто чикнула в попу так. Под Казани мужчина открыл стрельбу по соседям из-за уборки снега. Видите, как здорово. Там из-за кота резали, здесь из-за уборки снега стреляли. «Россиянин замуровал сосед в квартире из-за громкой музыки». Вот видите, здорово. Как я помню, рассказывал, как в этом, в кафе, который от заката до рассвета. Куда мы пришли, когда все нормально было. А потом полночь миновало. А там какие-то голые какие-то наркоманы. Торпеды назывался, я помню. Когда пришел, сказал, первое, что была мысль, позвоните, сказать, миксер туда вылите, бетон из-за муруйте их. Я думаю, у этого россиянина те же самые чувства вдруг возникли. Управляющий напал на следователя по делу о гибели дворника из-за наледи. О, как все закручено-то, жуть. Управляющие, наследователи из-за дворника. Это знаете, где произошло? Это в Петербурге. Ну, то есть там страсти кипят, судя по всему. То есть деньги разворовали немалые, а полная жопа с точки зрения этой наледи погибших дворников и так далее. Россиянка родила в коллекторе на глазах у двухлетнего сына. Ее потом, я так понимаю, задержали. Она заявила, что сожитель выгнали ее из дома. А сожитель где-то наверху находился. Это стандартная ситуация, в общем-то, жуть. Даже в времена Екатерины на такие случаи были родильные дома, куда могла прийти любая женщина без документов и родить ребенка. Там было родовспоможение нормальное. Все как положено. Акушеры, горячая вода и прочее, прочее, прочее. Все чисто и стерильно. Она могла там оставить ребенка. И тогда он содержался на счет государства. Его определяли либо в военную службу, либо в морскую службу. Ну, если он хил здоровьем был, значит, это была чиновничья служба. Все эти дети, они считались вроде как родственниками императрицы Екатерины. То есть, определялись. Поэтому я удивлен, что сейчас вот путинцы ничего подобного не хотят делать. Это было даже им выгодно. Я не знаю, почему. Настолько они злодеи, малифики, что вообще ничего человеческого не приемлет. Продолжение следует...